Доброе утро! Приветствую всех вас! В прошлый раз мною было обещано рассказать о еще одной причине, почему христианство потеряло привлекательность и почему многим трудно верить. Считается, что за две тысячи лет христианство мало что изменило в мире. Не думается, что это или откровенная ложь современного мира, или, сказать мягче, грубая ошибка. Христианство изменило мир коренным образом. До Христа не было понятия того, что человеческая личность имеет абсолютную ценность. В греческом мире, в Римской империи были свободные люди, власть имущие, которые имели право считаться личностями. «И был человеческий скот, не обладавший личной ценностью. Каждую особь можно было заменить другой. Для удобства им давались имена. Да и только». Понятие, что самый ничтожный человек имеет такую же ценность, как самый высший в глазах людей, пришло с учением Христа, с провозглашением того, что именно так Бог относится к каждому из нас, ко всем людям. «Одного этого довольно, чтобы показать изменения в человечестве, до того неведомые. Правда и то, что гораздо большего можно было бы достичь, если бы христиане, жившие прежде нас, были лучшими христианами, чем мы. Проблема в том, что они были не лучше нас и не нам, такие, какие мы есть, обвинять других в том, что они не исполнили своего долга». А если подойти к этому вопросу более серьезно, можно было бы за одно поколение восстановить равновесие. Апостолов было 12 человек, через полгода их последователей было несколько сотен. И они перевернули весь мир, потому что проповедовали нечто вполне определенное. Они провозглашали веру в человека и веру в Бога, они провозглашали новую жизнь и заплатили за это ценой собственной жизни. Если бы мы решились на это, наш христианский мир мог бы назваться христианским в совершенно новом значении этого слова. И еще. Можно ли быть верующим в мире науки, техники, современной мысли, технологий? Когда мы говорим о вере, мы почти неизмежно думаем о религиозной вере. Если взять послание апостола Павла к евреям, там в начале 11 главы мы находим определение веры. Уверенность в невидимом. Есть некая уверенность, и предмет этой уверенности невидим. Вера начинается там, где ударение на слове «уверенность», а предмет ее невидим. Но, скажите, разве это не касается подхода ко всему в жизни, не только к Богу и вещам духовным? Ни один ученый не пустился бы ни в какие исследования, если бы, если не был бы уверен, что за видимым, за гранью видимого есть область невидимого, которая подлежит исследованию, открытию. Мы видим предмет. Физик изучает природу материи. Химик изучает химическую природу всего того, чем мы постоянно пользуемся. Всякое исследование материального видимого мира, в котором мы живем, возможно предпринять только благодаря уверенности, что видимое открывает нам то, что сокрыто за этим зримым слоем. Вы, может, возразите, что это относится только к научному подходу, Но опыт, душевная работа, духовное делание, которое мы называем верой, гораздо более универсальное явление. Когда я встречаю человека лицом к лицу, я вижу человеческие черты одежды, присутствие и только. Но с кем-то мне хочется общаться, какие-то лица привлекают мое внимание, с кем-то мне хочется познакомиться ближе. Почему? Потому что я знаю, не только из опыта всех прошедших прежде меня столетий, но и из собственного опыта и интуиции, что это лицо говорит мне о том, что за ним есть нечто, с чем стоит познакомиться ближе. Человеческое лицо, человеческое поведение, манеры человека, звук его голоса, подобно витражу, окну из светного стекла. Оно являет мне, что за ним есть жизнь, и стоит исследовать, что за ним стоит. Но это тоже акт веры. Объективно говоря, все, что мы видим в каждом из нас, это овал лица, в центре его нос, рот, глаза и пару ушей. Образ могут дополнять или не дополнять волосы. Если это все, что можно видеть, у меня нет ни желания, ни побуждения подружиться с кем-то. Потому что все мы взаимозаменяемы, все одинаковы на вид. Но что-то сияет за лицом. И актом веры я вступаю во взаимоотношения со стандартным набором внешних черт, как они мною описаны. Я, человек, увидел в нем больше, чем говорит внешность. Так вот, вера – это душевный, а далее духовный труд, который затрагивает все и вся в нашей жизни. Если применить это к нашей вере в Бога, то вера – совершенно не причудо или безумие, недостойное образованного или умного человека. Если мы так считаем, мы должны также отказаться от любой другой формы исследования невидимого. Кроме того, строй невидимого является для нас вызовом самим своим присутствием. Скажите, какой вызов обращает к нам невидимый мир Божий? Как он доходит до нас? Это существеннейший для всех нас вопрос. И если мы привыкли мыслить научными категориями, если мы можем исключить возможность, что существует иной мир, менее доступный для восприятия, чем тот, который подпадает под известные нам научные категории, тогда мы встречаемся с этим невидимым миром непосредственно или посредством чего-то. Мы встречаемся с ним непосредственно драматическим образом через людей или через переживания, как, например, апостол Павел на пути в Дамаск. Откройте книгу «Деяний апостольских». В девятой главе описывается его опыт. И мы порой встречаемся с этим же переживанием менее ярко, но совершенно несомненно на молитве. Нас охватывает чувство присутствия Божия в самые неожиданные моменты жизни. Иногда на природе или в любой другой момент, в любой ситуации. Вот какими путями присутствие Божие может быть доведено до нас. Лишь бы мы были настроены на опытное исследование и достаточно честны, чтобы смотреть на вещи целостно, были готовы сказать себе, «Я сейчас встречусь с неведомым. Каково бы оно ни было, для начала я приму свидетельство других людей, всмотрюсь в жизнь в других, тогда мы обнаружим, подобно тому, как это бывает с физиком, химиком или биологом, что перед нами раскрывается мир неведомого, который в каком-то смысле остается невидимым, но с которым мы можем общаться и делать в нем открытие. Этот мир охватывает нас подобно тому, как тепло охватывает промерзшее тело». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok